Брать или не брать? Что везут из отелей туристы и за какие сувениры не преследуют? Об этом Народная экономика. Здравствуйте, но сначала новости. Как получить деньги за затянувшийся поиск истины? Два высших суда, Верховный и Арбитражный, приняли совместное постановление о компенсации за волокиту, растолковав уже действующий закон. Нельзя, в частности, лишить человека требуемых им денег за то, что он сам подавал много ходатайств, а председатели судов не имеют права подгонять судью ведущего процесс. Что касается просьб о досрочном освобождении, такие, сколько бы ни рассматривались, под волокиту не попадают, то есть компенсации не будет. В остальных случаях иск затягивания нужно подавать в течение шести месяцев, со дня решения суда. Если процесс не закончен, по гражданским делам компенсацию можно требовать после трех лет, по уголовным через четыре. А вот размер выплат – дело индивидуальное. Даже те, кто не верит в Деда Мороза, знают, что у него попросить. Социологи записали пожелания россиян самим себе и неожиданными их не назовешь. Здоровье, денег – вот главные позиции. Дальше – квартира, машина, ну и по мелочам. А вот про уходящий год сказали, что он был легче, чем 2009-й, но все-таки не такой, как до кризиса. Каждый второй назвал лично для себя 2010-й трудным, но остальные отметили перемены к лучшему. А вот настрой на будущее у большинства позитивен. 62% верят, что смогут преодолеть проблемы, но и пессимистов пока хватает чуть ли не каждый четвертый. Два миллиона литров шампуня вывезли за прошлый сезон из отелей туристы. Банные принадлежности и туалетная бумага в придачу – самый популярный гостиничный сувенир. И среди наших отдыхающих тоже. А вот в вывозе более дорогих вещей – пепельниц, переходников для розеток, халатов – признаются лишь два человека из ста. Впрочем, на россиян чаще жалуются повара за унесенные в сумках продукты со шведского стола. Причем за объемы еду внесли даже в лидеры самых странных пропаж. В этом же списке таблички «Не беспокоить» – сиденья для унитаза, дверные замки и глазки, а также штучные кражи. Средневековый меч из номера «Люкс», деревянный медведь в полтора метра ростом и живая собака – хозяина гостиницы. У гостиниц способы борьбы с нецунами разные. От шуточных написать, к примеру, нам или лучшее, что украденное из отеля, до блокирования средств на карточках клиентов. Это, впрочем, в крайнем случае, если взяли то, что запрещено. А вот что разрешено, разбирался Евгений Сандров. Расплатиться с гостиницей за проведенные там ночи проще простого. Но окончательный расчет проведет эта женщина. Горничная должна проверить, все ли осталось в номере на месте, не прихватил ли гость полотенце с логотипом гостиницы или даже что-нибудь из мебели. Такой сувенир может дорого обойтись постояльцу. Администрация имеет право обратиться в полицию, подать жалобу по обвинению, по подозрению, что она может лишь только пожаловаться на кого-то. Как правило, вызывается патрульная машина. В каждом гостиничном номере есть комплект нужных вещей. Чем выше класс гостиницы, тем больше этот набор. В пятизвездочных отелях предлагают и тапочки, и халаты. И уж если брать что-нибудь на память, то главное не ошибиться в выборе. Это обычная трехзвездочная гостиница, поэтому набор предметов для удобства постояльцев здесь довольно ограниченный. Вот, например, настенный фен, набор мыла, шампуня. Ед для душа. Таких мелочей, конечно, никто не хватит. А вот фен от стены отдирать или полотенце забирать не стоит. Одноразовые мелочи описывают негласным правилом латинской «с». То есть все, что по-английски начинается с этой буквы, а это и канцелярский набор, и набор для шитья, и губка для чистки обуви, можно брать. Остальное – многоразового пользования. Категорически запрещено вывозить из гостиницы. Ну, это вещи, принадлежащие отелю, мебель, опять же, махровые изделия, какие-то постельное белье, посуда и так далее. В холле и в коридорах – видеонаблюдение. Вроде должно останавливать слишком жадных туристов, но они все равно забирают, что плохо лежит, и этим поднимают цену за комфортное проживание. Мы предоставляем гостям полотенце для пляжа. Когда они идут на море, они могут получить пляжное полотенце на ресепшн, и потом его нужно вернуть. Ну, здесь как бы всегда есть какой-то недосчет, нехватка после лета, но это просто берется в расчет с самого начала, что каждое лето какое-то количество полотенец просто уходит. В больших отелях такого гостя еще и возьмут на карандаш. Занесут не в черный, но в специальный список. И когда приедет в следующий раз, культурно напомнят, что, наверное, по ошибке увез он с собой фирменный халат. А если вещь дорогая, то спрос может выйти серьезней. Если вдруг гость забирает какую-либо вещь, принадлежащую гостинице, гостиница оставляет за собой право снять деньги с кредитной карты гостя. Строже других в этом смысле ательеры Азии и Африки. В Нигерии, к примеру, одной туристке за украденный утюг грозило три месяца тюрьмы, а в Таиланде за ванный коврик пригрозили пятью годами. Но чаще просто штрафуют. И за шампуни, кстати, тоже. Если вынести из отеля почти промышленную партию. В Израиле недавно поймали семью с чемоданами, груженными туалетными принадлежностями и пакетиками с кофе. Пришлось рассчитаться. Евгений Сандро, Максим Холод, Оксана Григорова, Алевтина Бонадыкова, Виктор Швагерус, Ближневосточное бюро Первого канала, Израиль. Больше никаких пыльных каталогов и многочисленных формуляров. Сэкономить время, тонны бумаги и чернил должны новые автоматы для выдачи книг в библиотеках. Пробный проект запущен в Москве. В одной из библиотек поставили что-то типа банкоматов. Читатель с помощью электронной карточки абонемента выбирает из электронного автолога книги, а через несколько часов забирает их из ячейки. Сдать можно опять же без лишних хлопот, сбросил в отсек и пошел домой. По радиометкам машина сама определит, сдана ли книга в срок и сделает запись в профайле читателя. Электронные абонементы пока только по прописке, то есть для москвичей, а вот в читальном зале ждут всех, но нужен паспорт.